И у меня родился ребёнок, да, вы знаете, я ушла вся в семью, ребёночек был маленьким. Это правую руку на мою голову. У нас есть такая примета, чтобы меня тоже это всё ждало. Нормально погладь. А, надо три раза, да? Да. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. У меня сегодня в гостях красавица Джоли и красавица Айка. Да. И сегодня мы будем кушать роллы и обсуждать тему спорта «Трудно ли быть тренером?». Я вам до этого рассказывала, что на моём канале будет новая рубрика. Каждый раз будет новый гость, который будет представлять какую-либо профессию и будет говорить про сложности своей профессии. Так как Джоли моя подруга, мы начнём с неё, и у неё интересная профессия. Спасибо, что пригласила. Первый. Да, первый. Ты открываешь эту рубрику. Hello. Спасибо. И мы, как всегда, роллы. Ребята, не ругайтесь, что мы постоянно Джоли роллы кушаем, потому что Джоли больше ничего не ест. Только роллы ем. Я только роллы ем с утра до вечера. Это такая диета, девочки. Да, помните. Точнее, просто фастфуднее, что. Хотя ты мне отправляла поточку с гамбургером, не надо. Это бывает два раза в месяц, если позволяю быть человеком. Но, мне кажется, хорошо выглядеть того стоит всё-таки. Кстати, роллы у нас сегодня от Japan's Garden Sushi. И вот такой вот офигенный сет вам обойдётся всего 34,90 за 52 штуки. Это просто избранные, так скажем, самые вкусные роллы именно здесь. Мои любимые с этой сушёной рыбкой. В общем, ссылочки я вам внизу оставлю. Обязательно переходите. И только с промокодом Айка Эмири. Вот частенько, кстати, вот бывают ребята забывают говорить промокод. И только... Я всегда говорю. Ты всегда говоришь, молодец, свой человек. И вы ещё, кстати, получаете бесплатную доставку. Ну, конечно, в Баку, да? Как тебе роллы? Очень вкусно. Как всегда. Я у них частенько заказываю. А я частенько у неё их ем. Да, потому что хорошие роллы действительно... Собой завернём. И к Айке приходишь, без еды не уходишь. Она и с собой тебе звонёт. Жалей, я тебе говорила, что с тортом не приходи. Вот реально, у нас мама столько готовит для Айкука. Нам некуда девать. Не потому что я жалею твои деньги. А потому что нам некуда девать. Давай деньгами. В следующий раз деньгами, если можно. Ну, роллы обалденные. Ребята, вообще не очень вкусные, нежные. Не везде есть такие хорошие роллы. Да. Я вот всегда... Вот я уже что-то новое реально не пробую. У меня выплывает реклама в Инстаграме. Я вообще не реагирую. Знаешь, они на вкус как в России прям. Вот. Потому что... Такие же вкусные. Иногда бывает, знаете, реклама всплывает. Супер дешёвые роллы. Потом приходят вот такие вот малюсенькие. Да, малюсенькие. Некачественные. На чём остановились? На твоей профессии. Как тебе вообще работа тренера? Как и любую другую профессию, её нужно любить. Я, например, рассказывала уже в первом видео, что мои родители меня заставили учиться. Моё первое образование – это юридическое. Ну, я терпеть не могла просто это. Я себя никак не видела в прокуратуре. Тем более у меня уголовная специализация была. Я всегда хотела что-то своё. То, что я буду любить, и мне будет интересно. И вот с 19 лет я начала в это больше вникаться, входить, изучать. Записалась на курсы, записалась к лучшему тренеру. Он меня всему обучал. Прошла прям большое количество курсов. Изучала полностью Екатерину Усманову. О ней я тоже тебе говорила. И параллельно я училась в юридической ВУГПУ. У нас там также и физкультурное было. Поступила ещё туда. Ну, и так моя профессия началась. Ну, то есть, знаешь, как говорят, вначале сложно себя заставить, правильно заниматься спортом. Как получилось, что ты вот полюбила прямо это? Мне кажется, это генетически заложено. Я всегда любила спорт. Хотя в школе нет, я его ненавидела в школе. Я просто смотрела на девочек, фитоняшек, и мне хотелось быть такой же. А я знала, что из меня это сделает только спорт. И потом я подружилась с железом. Вот. Я начала качаться. Моё тело этого требовало. Уже когда я пропускала тренировку, я скучала по штанге. Просто я полюбила это. А какие сложности встречались на твоём пути, когда ты начала этим заниматься? Например, клиенты. Бывают какие-то неадекватные? Вот знаешь, я как раз об этом хотела сказать. Вот на моём пути, чтобы таких вот неадекватных клиентов не было. Наоборот, я со всеми клиентами, по сей день даже есть девочки, с кем я в очень хороших отношениях. Мы семейно дружим. То есть она сначала была клиенткой, а потом... Да, да, да. Потому что, знаешь, работа тренера, это вот не только ты по залу ходишь туда-сюда, контролируешь. Работа тренера, это ещё и ты должен быть человеку, своему клиенту, психологом. То есть ты должен внушить, что ему это надо, правильно? Да, потому что девочки приходят в спорт не только от того, что делать нечего. У них проблемы. Кто-то сказал, что вот ты толстая, тебе нужно похудеть. От кого-то ушёл муж там, она хочет стать ещё лучше, найти себе нового человека. Вот. У девочек очень много проблем, и приходят, это всё тебе рассказывают. Ты должна быть им другом, тренером. И я постоянно на связи. Да, вот есть работа, ты уходишь на работу с утра, с девяти утра до шести вечера. И приходишь домой, отдыхаешь целый день. Работаешь только до пятницы. А вот моя работа требует постоянной отдачи. Я 24 часа в сутки работаю, и 7 дней в неделю. То есть я постоянно должна быть на связи. Вот мне девочка пишет, вот у меня то-то, сё-то. Начинаем разбираться. И таких девочек много. То есть она у меня не одна. А как ты успеваешь всем отвечать? Вот так вот. Как-то успеваю. У меня ещё помимо этого маленький сын, муж. Камерланчик сладенький. Да. Познакомлю как-нибудь. И как-то вот это вот всё мы должны успевать. И моя работа требует, чтобы я сама всегда выглядела хорошо. То есть я не могу располнять. Я не могу есть всё, что я хочу. Если я сижу и ем бургер, мне моя клиентка скажет, а что это ты ешь? А мне же не мешает. Да. Поэтому я всегда должна следить за питанием, за фигурой, всегда тренироваться. То есть... Ну я бы на твоём месте, если честно, взяла бы другой телефон, например. Это чисто для клиенток. А один телефон, он личный. Потому что иногда захочется отдохнуть, например, от всего этого, от работы. Постоянно пишут, пишут, пишут. Это тоже не дело. Вот знаешь, я вечером, да, когда уже Тимку кладу спать, я ложусь и вот просто вот хочу убрать телефон, и чтобы голова отдыхала. Сейчас я так и начала делать. Уже после 10 я убираю телефон в большинстве случаев. Я просто хочу, чтобы мой мозг отдыхал, чтобы я просто спокойно лежала, прочитала Тимке книжку, с мужем поболтала, да. Например, питание. Клиентки постоянно тебе пишут, например, про калории, про что-то, вопросы. И ты всем отвечаешь? Да, я всем отвечаю. И вот есть клиентки, например, пишут, ой, Жали, вот у меня не уходит килограмм. Почему? Мы начинаем разбираться. Я говорю, отправляй мне фотографию, я посмотрю, сколько ты ешь. Будем контролировать это всё. Какое там? Да. И есть клиентка, например, Жали, вот я сегодня не успела это сделать. Чем я могу это заменить? У меня нет этого инвентаря. Какое я могу использовать? То есть очень много вопросов. А есть такие клиентки, которые просто хотят со мной поболтать, поговорить, которые хотят разобраться в себе. И я должна им помогать в этом. Потому что если, например, я оставлю её со своей проблемой, она будет сидеть, она забросит и спорт, у неё появится депрессия. Я должна ей помогать не только выглядеть лучше в плане физическом, но и в моральном плане тоже. Я помогаю поправиться, она помогает похудеть. После просмотра Мукбанка переходите к ней. Кстати, я вам ссылочку на Жали оставлю внизу. Обязательно переходите, если вы тоже хотите заняться собой. Хотите прекрасную фигуру, вы там смотрите в инстаграме ленту и думаете, вау, как круто, я тоже так хочу. Вы можете обращаться к Жали, у неё онлайн занятия есть. То есть вы спокойно по зуму можете подключиться, заниматься. Результаты вообще как? Через сколько уже можно ждать результаты после интенсивных тренировок? У меня клиентки видят уже через 2 недели результат, как тело меняется. У меня в инстаграме можно посмотреть фотографии моих клиенток. Там я отмечаю результат за 2 недели, за месяц, за 2 месяца. Те, кто разрешают поделиться фотографией, я делюсь их фотографиями, чтобы вы видели на их примере, что это всё реально, что с помощью спорта и правильного питания вы можете добиться фигур мечты. Вот. Только после вашего разрешения фотографиями делятся. Так что не догадывайте. Эти фотографии вижу только я, когда вы мне их отправляете. Больше никто их не видит. А если уже позволяете поделиться, то я делюсь ими. Конечно, там лицо убираю, чтобы ничего не видно было. Вот. Ну, я безумно люблю свою работу, хоть и требует постоянного... Я, кстати, как меня муж называет, я постоянный студент. Да, я постоянно изучаю что-то новое. Смотрю какие-то новые там по питанию. Смотрю там новые тренировки. Я постоянно усовершенствуюсь. То есть я пытаюсь что-то новое найти, чтобы не было такого, как у всех тренеров. Любое дело, я считаю, надо любить. Да. Когда ты любишь, у тебя это хорошо получается. Вот в твоём случае я вот вижу, как ты горишь этим реально. Мы даже вот постоянно общаемся с Жалией. Я вижу, как она это любит реально. Есть люди, которые делают это ради денег, ради чего-то, каких-то своих благ. Но ты на самом деле это любишь, это круто. Я безумно люблю свою работу. Я люблю девочек, я люблю общение, я люблю новых клиентов, да, общаться с ними, узнавать. То есть это всё моё, это настолько родное для меня, вот делать фигуру, вот это вот питание, разбираться в этом. Когда у меня что-то спрашивают по этому поводу, да, кто-то там близкий, вот ты тренер, расскажи, что я могу сделать. Я могу часами говорить. Мой муж говорит, что ты говоришь, говоришь, и уже этому человеку неинтересно, а ты всё ещё говоришь, говоришь, говоришь. То есть для меня это очень интересно. То есть я безумно люблю свою работу, и я не жалею, что я пошла не по юридической специальности, да, а выбрала всё-таки свой путь. Можно сколько, пожалуйста? У меня столько планов на эту работу. Почему я до сих пор их не осуществила? Потому что я построила семью, и у меня родился ребёнок, да, вы знаете, я ушла вся в семью, ребёночек был маленький. Это правую руку на мою голову. У нас есть такая примета, чтобы меня тоже это всё ждало, нормально погладь. А, надо три раза, да? Да. Вот, отлично. Обязательно. Скоро выйду замуж. Девчонки, готовьтесь. Пошёл. Вот, и поэтому пока это всё у меня просто уходило на нет, но сейчас я прям полностью готова осуществить свои планы на будущее. У меня много планов по фитнесу. Дай бог, они все получатся. Один, конечно, из самых таких глобальных, о которых я мечтаю, это чтобы у меня был свой фитнес-зал. Мы будем все ходить. Да, я надеюсь, что ты будешь туда ходить. Ты будешь, Айка, ходить? Ты уверена? Вот, то есть это работа прям для меня. Я могу всю жизнь работать тренером и диетологом, потому что я люблю это дело. Я не могу сидеть в офисе, там, в бумагах, разбираться в них, там, бухгалтеры. Ну, это тоже интересно, если честно, это тоже интересно. Для кого-то, да. Для меня интересно. Для меня это... Я пыталась, да, я... У меня практики были. Даже вот в прокуратуре думала, ну все, мне это будет интересно. О, кого-то убили, пойду расследовать. Мне просто, я это рыбку кушала сегодня, и у меня кость в горле застыла. Да ладно, до сих пор. Хлеб съешь. Я съела хлеб, но у меня как будто вот боль такая есть. Ой, блин. Мне кажется, она еще там. А ты много хлеба ешь. Прям вот... Помогает? Да. Мне папа так говорит. Наверное, какая-то маленькая кость. Если бы была большая, то я бы, наверное, задохнула. Просто я на мукбанке очень быстро ел. А ты сегодня рыбу ела? Я еще не смотрела сегодня мукбанк. Да, рыбу ела. У меня я только вылышала, ты, наверное, уже в дороге была. Еще такой момент, кстати, Желия. Вот, например, кто-то посмотрел это видео и вдруг захотел стать тренером. Что ты можешь посоветовать такому человеку? С чего начать? Как? Что? Вот человек тоже, например, любит это дело, но не знает, как. Можете спросить у меня. Напишите мне, я вам расскажу. Вот. А если без шуток, то просто начинайте изучать пока для себя. Посмотрите, получается ли у вас писать программу тренировок, получается ли у вас общаться просто с клиентками, потому что клиентки разные бывают. А я, например, какой-то клиентке объясняю свою работу, да, я говорю, вот у тебя состояние плата, вот это вот пройдет, делай то, делай все. Объясняю, начинаю там рассказывать, как все происходит. Она на меня смотрит, как на сумасшедшую, потому что она не понимает, что я ей говорю, она думает, что я несу бред. А бывает такое, что, например, врез клиент, что, например, я ничего не ела? Бывает. А на самом деле ела. Кстати, да, и такое бывает очень часто. Мне клиентка говорит, Жали, ну блин, я же постоянно сижу на этом правильном питании, все, что ты мне отправляешь. Я говорю, там, например, какая-то энная клиентка, я говорю, отправь мне, пожалуйста, целый свой день, целый свой рацион, что ты ешь. Вот только вот правду, да, что ты ешь. Она мне там отправляет с утра, так как у всех с утра все хорошо идет, как правило. Отправила там кашу, фрукт какой-то, потом обед. К обеду же отправляет, там, шоколадку добавила. Потом перекус. К перекусу она еще что-то там добавила от себя. На ужин вообще там села и гуляла. Ну я же питаюсь правильно, я же ем все, что ты мне отправила. Я говорю, да, ты ешь все, что я отправила, но ты еще и ешь от себя. Это уже не то, это уже лишние калории. Это уже, то есть для того, чтобы похудеть, нужен дефицит калорий. А у тебя профицит. Как это, как у меня мама, она говорит, что ананас, он же разжигающий, поэтому она ест его 2 килограмма. Вот это неправильно. Даже вот на ПП можно поправиться. Если, например, у тебя суточная норма 1700, ты съедаешь там больше 2000-2500, на ПП также ты все равно поправишься. В общем, девочки, работа тренера на самом деле очень интересная, хоть и требует очень большого внимания. Я поддержу любую из вас, кто захочет начать работать. Просто напишите мне, я вам объясню, как, что, к чему, куда нужно идти, на какие курсы и так далее. Но мне, если честно, кажется, что это не лучшая профессия, которую можно выбрать. Ты, конечно, выбрал, ты это любишь. Спасибо. Извините. Ой, ты здесь? Я считаю, что лучше просто занимайтесь спортом, идите к жале, записывайтесь на тренировки, ухаживайте за собой, но прям заниматься этим, это морально очень сложно. Да, это сложно. В какой-то степени, знаешь, как косметолог, он и психолог, и косметолог, и психиатр еще. Поэтому мне кажется, это на самом деле немного сложно. Я вам ссылочку на жале оставлю внизу, так что обязательно переходите. На этом мы уже будем закругляться. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии внизу. Спасибо за внимание. Пока.